Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ныне» сегодня в выпуске. Не остаться без воды. Какие меры планируется предпринять, чтобы не допустить аварийной ситуации, связанной с подачей питьевой воды вновь, решали актубинские депутаты. Сегодня отмечается Всемирный день сердца. Проверить свое здоровье всем желающим предлагают врачи районной поликлиники. И уже около ста актубинцев приняли участие в акции. Вместе мы сможем все. 20 сентября состоялся слет активной молодежи. Это мероприятие объединило более 70 юношей и девушек из различных учебных заведений Ахтубинского района. Вот уже вторую неделю в Ахтубинске продолжается голодовка работников автотранспортного предприятия. Напомним, что акцию протеста транспортники начали 19 сентября в связи с долгами по заработной плате, которые тянутся с октября прошлого года. На прошлой неделе в Ахтубинске побывал руководитель администрации губернатора Астраханской области Канад Шантемиров. Он провел расширенное совещание, на котором присутствовали мэрия, представители трудового коллектива АТП и семестные силовые структуры. Механизм, источники и сроки выплаты долга вырабатывались и на следующий день на внеочередном заседании городского совета. Задолженность предлагалось закрыть из городского бюджета в течение октября. Для присутствующих на заседании городского парламента работников АТП данные решения не устроили, голодовка продолжилась. Уже вечером этого же дня мэр Ахтубинска предложил новый, более ускоренный график выплаты задолженности из частных средств. Выплаты начались 23 сентября на четвертый день голодовки. Вчера мэрия на своем официальном сайте опубликовала информацию о том, что дословно в период авгу сентября 2015 года муниципальному предприятию Ахтубинска АТП было направлено 5 миллионов 78 тысяч 805 рублей. Из них наличными выдано за счет займа 2 миллиона 435 тысяч рублей, субсидии 2 миллиона 560 тысяч 255 рублей, по счетам фактурам 83 тысячи 550 рублей. По данным администрации города данных средств хватает, чтобы провести выплаты по заработной плате по август месяц 2015 года включительно. В дальнейшем будет произведена корректировка и анализ выдачи заработной платы работникам АТП. В случае возникновения нехватки денег администрация города готова будет изыскать дополнительные средства. Конец цитаты. По всей видимости, данные средства не дошли до участников акции протеста. Иначе как объяснить то, что сегодня утром нам рассказали сами голодающие. Мы выделили 2 400. Вот люди на руки получили, больше нам не пришло ни копейки. Хотя вчера, как обещали по графику, нам должен быть еще один транш. 28 числа администрация составила график. Должны вчера еще выплатить бритья, а нам нет. Мы вчера тоже ничего не получили. Зачем обманывать нас, зачем врать? Хоть и говорят, что нам выплатили, мы тут зря сидим. Но если бы мне выплатили, вот и всем остальным. Мы здесь и минуты бы не держали. Разве нам интересно спать вот на этих вот стульях? А я под столом там сплю. Да, вот нам же это неинтересно, у каждого есть семья. Мы просто хотим получить все свои деньги. Голодовка продолжается, мы следим за развитием событий. Ну и к другим темам состоялось очередное заседание Совета муниципального образования Ахтубинский район. Основное внимание депутаты уделили вопросу обеспечения населения питьевой водой. Какие меры были уже приняты, ну а какие планируются, чтобы избежать аварийных ситуаций в дальнейшем, узнаем из репортажа нашего корреспондента Сергея Луцева. После принятия и утверждения повестки дня депутаты сразу внесли поправки, решив заслушать информацию директора Ахтубинского группового водопровода Виктора Чевеленко о чрезвычайной ситуации, сложившейся на предприятии и принимаемых мерах по выходу из создавшегося положения. Дело, что с 2006 года Ахтубинский водопровод, в принципе все водопроводы Азнакарской области, все все находятся в банкротстве. С 2006 года никаких материальных ресурсов, запчастей, что-то самое, не поступало. Ну самое крайнее на ликвидацию аварийной ситуации. Все это, в принципе, привело к тому, что у нас есть первый подъем, который берет воду с реки. И упали лица в последней задвижке. И затопило моторный отсек, там где выходятся насосы. Депутат Виктор Чевеленко довел коллегам, что в режиме чрезвычайной ситуации в настоящее время запущен один насос, планируется запуск второго. Равнодушной к беде не оказалось. Активно помогали люди, предприниматели, должностные лица Астраханской области, района, МЧС, коллеги из управляющей компании «Центр». Поэтому ситуация, в принципе, вот такая, и что особенно приятно, все, кто может, все откликнулись на эту ведущую, это дело сделали. За 9 лет состояния банкротства не проводились плановые и регламентные работы на водопроводах. Производится только латание дыр. Техника более 30 единиц вывезена, финансирования отсутствует. В информации Виктор Андреевич довел, что положение дел необходимо выправлять и в городской сети. Эта авария показала, что городские водопроводы в таком же состоянии. Они нам дают воду, поломалась, там задвижка поломалась, там сгорела. И так вот они по чуть-чуть давали воду. Проблемы там очень большие. Помочь нашим водопроводам сейчас нет, у нас нет конкурсного, нет ничего. И если город не поможет, впереди зима, прошлую зиму мы 8 раз давали воду на город и город даже не заметил. Котельные работали, все, котельные все. В этом году гарантий пока таких нет, пока мы все не восстановим. Депутат Думы Астраханской области Алексей Фурик дал высокую оценку предприятию до того, как его передали из федеральной в региональную собственность. До определенного времени, начала 2000-х годов, до 2006-го года, это были нормально действующие, работающие предприятия. И по зарытой плате, по уровню зарытной плате, это предприятие было в лидерах в нашем Ахтубинском районе. Выступающий довел депутатам совета свою достаточно вескую точку зрения, что банкротство было преднамерено и обдумано, заранее спланировано и длится уже 9 лет. Для выхода из создавшейся ситуации предложил. Сейчас необходимо решение вашего совета выйти на Государственную Думу Астраханской области с требованием тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен на Думе как основной вопрос повестки дня. По его мнению, для вывода из состояния банкротства Ахтубинского водопровода, Дума должна принять областную программу оказания помощи и модернизации предприятия и выделения финансовых средств. Районные депутаты беспокойно и серьезно обсуждали вопросы обеспечения населения водой и судьбу предприятия. Писать, сообщать и добиваться на всех уровнях власти. Нечего сидеть ждать. Одно дело это письма, депутаты куда-то там и так далее. Собирать команду, брать соответствующие документы, Чевеленко брать обязательно и ехать. Дополнил депутата Чевеленко и о практических путях выхода и создавший положение, доложил собравшимся глава муниципального образования Ахтубинского района Виктор Ведищев. Для того, чтобы восстановить вот этот первый подъем, а там блоки есть, первый подъем, там очистка и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, нужно было один единственный меню для того, чтобы привести более-менее парень. И если поэтапно идти дальше, ничего там страшного нет. Глава района твердо заявил, что развал предприятия можно остановить. Я не вижу сейчас другого пути, как приема данного имущества в муниципальную собственность и начало действия, созданного на муниципальном предприятии. Другого выхода просто-напросто нет. По мнению главы, депутаты совместно с администрацией района должны повлиять на ускорение процесса передачи имущества в муниципальную собственность. Если имущество передадут до весны, а лучше не до весны, а до зимы, в муниципальную собственность, в этом случае есть еще возможность вкладывать туда деньги всех инвесторов и бюджета, по крайней мере, приостановить развал этого предприятия. Рассматривая основные вопросы повестки дня, депутаты утвердили положение о порядке финансирования мероприятий, связанное с исполнением наказов избирателей, рассмотрели изменения в решении Совета муниципального образования Ахтубинского района номер 39, имущественные вопросы. На заседании Совета принято решение о присвоении звания почетных гражданин Ахтубинского района Громова Юрию Григорьевичу, бывшему руководителю хозяйства Пенте от села Болхуны, зачинателю выращивания голландского картофеля в Астраханской области. Депутаты утвердили положение о почетной грамоте и благодарственном письме Совета муниципального образования Ахтубинский район. В разделе разные депутаты обсудили вопросы, не требующие принятия постановления Совета. Не обошлось без шероховатых моментов. В вопросах исполнения решений Совета взаимоотношений депутатского корпуса с администрацией Ахтубинского района накопилось немало нерешенных вопросов. Сегодня Всемирный день сердца, и призыв его звучит так. Здоровый выбор для здорового сердца всегда и везде. Акцент делается на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний во всех группах населения. В поликлиниках Ахтубинской районной больницы стартовала акция, в рамках которой любой желающий совершенно бесплатно может измерить свое давление, вес и рост, а также получить рекомендации врачей. Переступила порог районной поликлиники и тут же оказалась в заботливых руках медиков. Так сегодня говорили десятки женщин самого разного возраста. Похожие фразы произносили и мужчины, просто их было несколько меньше. Говорили улыбаясь, но отнюдь не шутили. Какие уж тут шутки, если именно сегодня внимание всего мира приковано к сердцу. К сердцу каждого человека, которое бьется десятки раз в минуту и значит десятки миллионов раз в год. Ежедневно перекачивая от двух до семи тысяч литров крови. 2015 год объявлен в России годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь каждый тринадцатый россиянин страдает сосудистой патологией, а каждого второго она приводит к смерти. За словом патология стоит гипертония, болезнь сосудов головного мозга, пороки сердца, тромбоз глубоких вен, нижних конечностей и многое другое. Случился сердечный приступ, медлить нельзя. Нужно вызвать врача и оказать по возможности первую помощь, советуют медики. Окружающие, естественно, теряются и не могут оказать помощь. Помощь, она проста. Я рекомендую простейшие эти препараты, нитроглицерин, допустим, нефидипин и аспирин носить с собой. Нефидипин – это соответствующий препарат, который дает гипотензивный, то есть снижающий давление эффект довольно быстро, его тоже под язык. Но если у человека, допустим, несчастье, почувствовал острые боли в области сердца, стал задыхаться, давление повышено, то с чего надо начать? Сразу нитроглицерин или вот в виде такого, или вот мой совет, это я у старых кардиологов, прыснуть, вобрызгать себе вот на эту часть руки два раза достаточно, то просто слезнуть. Почему? Потому что глицерин вызывает довольно резкое падение давления. Потом таблеточка аспирина, ее надо разжевать, вызвать скорую помощь. Основными факторами риска болезни сердца и инсульта являются неправильное питание, низкая физическая активность и курение. Если пересмотреть свой образ жизни, изменить его в лучшую сторону, сердце обязательно скажет спасибо и работать будет дольше. Знать о своем здоровье больше желали и просто пациенты, и многие медики. Работа, ежедневная рутина, порой давление померить некогда, а тут мимо плаката не пройти. В углу красный медицинский крест, как большой яркий плюс тому, кто это сделал. Несколько минут и результат известен. Я заведующего с Пенским фельдшерским пунктом привезла отчеты конец месяца. Вот и попала к вам. Каждый человек должен проходить профилактическую работу, вот как в данный момент у вас. Также я своим больным говорю, профилактика прежде всего, это и санпросвет работы с людьми этой, как говорится, вот как вы. Зайдите, пожалуйста, измерьте, посмотрите, знаете вы свое давление. Ну и хорошо, а я еще померю и дам вам какие-то рекомендации, какая есть профилактика, не только лечение. К нам приходят чаще, конечно, бабушки стареньки, бабушки, те, которые не доходят, мы сами к ним домой ходим. Люди измеряют рост, вес, давление. И уже согласно этому мы можем судить. Поковый индекс массы тела. И уже первоначально рекомендуем на человеку обратить на определенные моменты внимание. Регулировать и физическую активность, и питание, и свое, так сказать, эмоциональное состояние. Сердце, тебе не хочется покоя, поются в известной песне. Это абсолютная правда. Умеренная физическая нагрузка, утренняя зарядка, пешие прогулки, ходьба по лестнице. Все это для сердца благодать. И только сильные эмоции, особенно негативные, ему вредны. Не принимать все близко к сердцу, держать себя в руках. Одни из главных советов медиков. Исследовать им нужно стараться всегда. Конечно, это важно для каждого из нас. Каждый должен заботиться о своем здоровье. Надо людям делать добро. Если уж не может кто-то делать добро, пусть не делает зло. Поэтому доброта, говорят, красота спасет мир. А я считаю, что доброта спасет мир. Только позитивы мы можем продлить свою жизнь. Одним днем медики решили не ограничиваться. В местных поликлиниках, в том числе и в Заречной части города, объявлена неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Пройти подробное обследование Ахтубинцы могут и в Центре здоровья. С момента открытия в него обратились уже более 5000 человек. Следят за здоровьем и Ахтубинские активисты. На базе Центра социальной поддержки семьи и молодежи состоялся районный слет молодежи. Основной целью которого стало выявление социально активных, талантливых представителей молодого поколения, способных изменить мир к лучшему. На мероприятии побывала Татьяна Заяц. Торжественное открытие слета началось с общего приветствия. В этом году более 70 активистов, представители различных учебных заведений Ахтубинского района, собрались на базе Центра социальной поддержки семьи и молодежи. Юноши и девушки представляли свои команды, показывали себя и знакомились с другими участниками слета. Слеты активной молодежи у нас проходят с 2011 года. И уже более 700 человек стали участниками таких огромных масштабных мероприятий. Программы слета предусматривают для участников образовательные программы, спортивные соревнования, развлекательные моменты, когда они могут не только пообщаться друг с другом, но и еще повеселиться для того, чтобы получить хорошее настроение. По словам организаторов, в этом году формат слета немного изменился. Он стал районным. Впервые его участниками стали представители средних общеобразовательных школ Верхнего и Нижнего Баскунчака. Мы рады, что они откликнулись, приехали. Ребята, впервые попав к нам, немножко постеснялись, но я думаю, что все пройдет прекрасно. Они знакомятся, они уже обмениваются телефонами и наравне с учебными учреждениями города сейчас проходят образовательную программу. В нынешнем мероприятии принимали участие волонтеры антинаркотического движения Ахтубинского района, а также представители различных организаций, имеющих отношение к здоровью и к здоровому образу жизни. Территория свободного общения – так назывался первый этап слета. Именно так непринужденно, откровенно шло общение юных активистов и взрослых серьезных людей, которым по роду деятельности приходится сталкиваться с наркозависимыми. Умейте всегда сказать «нет» наркотикам, «нет» алкоголю, потому что у нас большая страна, стране нужны молодые, красивые, умные, у вас все это впереди. Хотелось бы, чтобы на вашем пути не было таких людей неприятных, чтобы вам не испортили ваше будущее. Оценить состояние своего здоровья мог каждый желающий участник слета, а также получить рекомендации грамотных специалистов, сотрудников Ахтубинской районной больницы. В рамках следующего этапа слета под названием «Молодежный десант» была организована работа трех образовательных секций. Здесь школьники и студенты могли проявить свои лидерские и творческие способности, ближе узнать друг друга, пообщаться на различные темы. Например, психолог центра Валентина Софьина провела с молодежью функциональный тренинг по личностному ориентированию. Одной из таких интересных и наших важных целей является сплочение ребят. То есть мы хотим, чтобы они нашли какие-то общие интересы, подружились, наработали новые связи, скажем так. Вторая часть нашего тренинга уже психологическая, скажем так, о насущной, о главной теме, которая проходит красной нитью между всеми поколениями и всеми детьми, подростками, молодежью – это любовь. Из каких составляющих складывается здоровый образ жизни? Это не только физическая активность и правильное питание, но и любовь близких, душевное равновесие, общение с друзьями и многое другое. В том числе, возможность реализовать себя в творчестве. Развитию творческих способностей был посвящен тренинг по актерскому мастерству в ногу со временем. Его провела руководитель театральной студии «Студенческий меридиан» Елена Комарова. Занести театром дает уверенность, учит мыслить, учит общаться, учит контактировать, учит убирать зажимы. То есть, наверное, работа в театральном коллективе, наверное, больше всего тут ребенка. Это мое мнение, чисто, конечно. Еще одна площадка слета работала по патриотическому направлению. Специалист центра Ольга Гужвина рассказала ребятам о недавно организованном подразделении «Клуба мужества» – отделении исторической реконструкции. Многих этот вид хобби по-настоящему заинтересовал. Во второй половине слета активистов ожидал яркий спортивный праздник. Он состоялся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Глицы Миничкалова». Все присутствующие с большим энтузиазмом приняли участие в музыкальной разминке, прошли тренировку фитнес-комплекса с инструктором Еленой Датской. И, конечно, в этот день не обошлось без веселых спортивных эстафет. В заключении слета делегации учебного заведения были отмечены почетными грамотами. Самые активные представители молодежи получили дипломы и памятные призы. Ну а в целом все участники слета надолго зарядились энергией и позитивом, а также получили огромный объем информации, который, возможно, даст новый импульс для развития их лидерских качеств и творческого потенциала. Девиз нашего слета «Вместе мы можем все». И мы думаем, что это непростые слова. Они должны воплотиться в их дела и в их идеи, с которыми они вернутся домой, вернутся в свои учебные классы. Возвращаемся к спортивным достижениям. На стадионе «Волга» состоялась молодежная спартакиада, посвященная 70-летию победы. Малошведские эстафети, отметим, что это бег с разной длиной этапов 400, 300, 200 и 100 метров, принимали участие как городские, так и сельские школы. Спортсмены приехали из Верхнего и Нижнего Баскунчака, а также из сел Золотуха и Болхун. В легкоатлетическом соревновании боролись за награды и студенты Московского авиационного института, Губернского техникума, автодорожного колледжа и кадеты школы «Интернат» имени Сухова. Игра велась по-взрослому, за малейшие нарушения игроков снимали из дистанции. Однако для сильнейших не было преград. Самыми быстрыми оказались мальчишки и девчонки из четвертой школы, а также кадеты летной школы. Все команды были отмечены дипломами, призеры награждены медалями и памятными кубками. И на сегодня это все новости. Будьте в курсе событий города и района вместе с АТВ-центром. Редактор субтитров А.Семкин